на 777 пригоды всем эмоцию у путина все уловили когда показали его якобы двойника до удмурты и банкетные таки встретились на прямой линии действительно с помощью дипфейка как там сообщили показали ему двойника но естественно прозвучал вопрос если все-таки у путина двойники давайте мы посмотрим на эту реакцию и услышим ответ путина владимир владимирович здравствуйте я студент и учусь в санкт-петербургском государственном университете хочу спросить правда ли что у вас много двойников и еще как вы относитесь к тем опасностям которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети спасибо да вот я смотрю вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом но я подумал и решил что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек этим человеком буду я не знаю было ли это отрепетировано но вообще как вы считаете зачем был этот вопрос это впервые наверное когда путин комментирует тему двойников потому что ранее это делал песков но все же зачем они это поставили на прямую линию ну потому что тема двойников достаточно широко разошлась и вот решили обыграть ну то есть в пиаре это так до какого-то момента ты тему игнорируешь после того как ты тему ну игнорирование уже перестает иметь смысл понимаете в какой-то момент тема и без своих комментариев все равно разрастается насколько когда на нее есть паспудный спрос ну что продолжать ее игнорировать это значит уже выглядеть неадекватно ты ну все это обсуждают а ты делаешь вид что этого не существует но это так же смешно как вот путин который отказывается называть навального по имени и все все просто смеются их ну то есть понимает что это как у него там странный фетиш там в голове и поэтому они решили давайте обыграем так сказать решили там как тут с юмором это дело обыграть на самом деле заготовка вот эта фраза что я решил что моим голосом буду говорить только я она такая хорошая она по потенциалу она хорошая она такая чеканная да такая фраза сильного человека но получилось очень скомканно потому что к этой фразе нужна правильная подводка и нужен правильный из нее выход а у них получилось так что они придумали а толком объяснить путину что от него надо не смогли потому что ну понимаете это вообще очень очень деликатная штука там разжевывать и объяснять диктатору так он же считает себя великим понимаете он же его же народ любит у него же рейтинг там за семьдесят восемь процентов то есть любой кто ему будет объяснять условно говоря песков этим занимается да но но всегда ты рискуешь нарваться на значит что ты меня учишь у кого рейтинг у тебя или у меня вообще да и поэтому вот это это проблема на самом деле и то есть в отношении любой першик он скажет в отношении с любым великим заказчиком эта проблема есть а уж заказчиком такого знаете уровня опломба и амбиции как у путина значит менящего себя великим политиком ну это понятно их там еще на порядке больше чем у среднего заказчика да и поэтому так вот у них вышло задумка была нормально только мы объяснить не смогли путин должен был сказать что видимо идея была в том что значит да я знаю что в целом политики иногда там двойники используются использовались там частности у сталина это было но я вот для себя решил что но я никому не позволю говорить от своего имени моим тем более моим голосом никому не позволю выступать от моего имени ну то есть что-то типа такого он должен был сказать да а он вот ну просто вот подводку убрал убрал концовку и получился одна фраза и соответственно но она неадекватная то есть чего он имел ввиду зачем он это сказал и поэтому там реакция такая была ну видно было что никто не засмеялся не все сидели в недоумении там а там камеры показывали реакцию людей как раз то есть они видимо ждали что сейчас там взрыв смеха должен быть улыбки такие облегченную выдох какой-то да президентом что-то умное сказал а вместо этого получилось такое а чё это было ну как-то так но все же и так понимают и в принципе сколько было разных видео где видно что путин все-таки использует своих двойников вот здесь возникает диссонанс да здесь путин рассказывает что он один но все-таки двойников у него нет но все эти видео все его мероприятия где он куда-то приезжает или там обнимается с людьми с другими сидит за двадцатиметровым столом они как-то сеют это эти сомнения а поэтому эти сомнения так широко и разошлись поэтому и решили вот ну эту тему обыграть а вот прекратить от нее прятаться и ответить на нее на самом деле ну понимаете это какой они они вот какой-то вариант ответа планировали я сейчас попробую объяснить это вот то то о чем я неоднократно говорю почему я не верю в теорию двойников то есть все то вот о чем вы говорите это объясняется простой психологии без всяких теорий двойников двойник для путина опасен потому что двойник это по сути альтернативный центр управления страной понимаете вот если есть двойник который к тому же умеет говорить его голосом но так заговор же сделать тогда на порядок проще то есть ты его там условно говоря он уехал на валдай а он же такой он же постоянно куда-то уезжает он не любит работать уехал на валдай уехал в крым и ты ему там обруби связь на какое-то время там на два-три часа как горбачеву форосе и заблокирует там и все и двойник если ты если ты организовал заговор двойника кто-то контролирует этот человек может который контролирует двойника условно это значит начальник специального отдела какого-нибудь с его да а вот заговорщики допустим там я не знаю зам директора фсб и например например министр и тут значит и вот этого перетягиваешь на свою сторону человек который контролирует двойника и все показываешь по телевизору выступает путин и говорит я устал я ухожу ну как ельцин в 99 году и все передаю полномочия премьер-министру мишустину все мишустин в рио и бегай потом доказывает что ты настоящий президент а тот то был не настоящий понимаете интересно на это посмотреть такая колоссальная проблема может возникнуть путин же никому не доверяет зачем ему конструировать альтернативный по сути центр управления страной и я думаю они что-то вот такое но хотели сказать ну понятно обойдя все эти острые углы о которых я говорю да но чтобы это вот выглядело так что я всевластен я это я значит ну вот но так вот прихвастнуть хотелось им да но но толком не проговорили и ну либо что-то проговорили а путин их не послушал и поэтому получилось идея изначально я говорю потенциально выигрышная была очень плохо исполнена ну так часто бывает на самом деле гладко было на бумаге забыли про овраги